Дай предысторию. Короче, ребята, периодически тут общаюсь в тиндере, да, ну, с женщинами. Здравствуйте. Как бы, на самом деле мы пишем продукт по знакомству ВКонтакте, в соцсетях там и так далее. И, соответственно, чем больше ситуаций разных, тем лучше, поэтому я занимаюсь вот этим иногда в свободное время, пока перемещаемся откуда-докуда. Вот. И хотя я еще раз говорю, я являюсь ярым противником знакомств сети, но, короче, кто-то хочет этого, соответственно, мы должны дать им какой-то продукт. Значит, ну вот сейчас будет просто какой-то момент, вот девушка сама, правда, написала «Золотая анкета в селе». Там видно тем? Не знаю, почему тут. Видно? Да. Ну, то есть у меня в анкете под фотографией написано, что, девушки, вы ведетесь обычно на костюмы на авто, поэтому я здесь в костюме. Какие же вы дуры, конечно. Вот. И она сама открыла, говорит, типа, «Золотая анкета, бла-бла-бла». Я пишу, пиши номер, номер есть. Вот. Некто Наталья, не снимай лицо. Сейчас мы, так, запомните, минус первый, да? Сейчас просто надо, наверное, ей позвонить и что-то сказать. То есть для тех, кто парится перед тем, как вызванивать девушку и так далее, не вырубайте им, погнали. Значит, они у многих, ну, я это, наверное, где-то уже говорил, мне кажется, я уже все где-то говорил. То есть, когда парень боится подойти к девушке, мы его немножко расшатываем, например. Что за херня? Вот. Он начинает к ним подходить, как первичный страх какой-то проходит. Потом он подходит, общается, телефон не берет, например, отходит, говорит, «Слушай, ну, я говорю, а что телефон не спросил?» Ну, не знаю, там, она бы и не дала. То есть он на каждом этапе боится какого-то следующего отказа. Погнали, Юр. То есть, потом он боится брать телефон, потом он боится вызванивать, звонить. То есть, когда я парням говорю, ребят, вот вы телефонов добрали, теперь давайте, в общем, звоните. А я говорю, да ладно, как звонить, а что надо звонить? Вот. И потом он боится приглашать на свиданку, потом он боится трогать и так далее. То есть у него на каждом уровне... Мы не в катакомбах, ребят, мы просто припарковались в эфемоле на подземной парковке. На каждом следующем уровне он чего-то боится. Вот. И для некоторых сам по себе вызван позвонить девушке. Это какая-то вот трагедия и прочее, прочее, прочее. Вот просто сейчас звоним девушке. Я не знаю, что ей говорить, честно. Я не знаю, когда с ней встречаться, мне просто некогда. Слышно? Ее зовут Наталья. Алло. Алло, Наташечка. Да. Привет, это Вовочка из Тиндера. А, здравствуй, Вовочка. Удобно? Удобно, говори. Слушай, ну ты такая прям интересная какая-то вся девушка. Здравствуйте. Единственное, что у тебя, я там посмотрел этот самый инстаграм и что-то еще, там в основном природа, какие-то штучки, дрючки, цветочки. А тебя самой там очень мало. Нет, там есть добавочки. Я просто не люблю сконечное количество фотографий. Слушай, ну а я вообще на самом деле за живое общение, на самом деле. Вот, вот. Фотография, это фотография. Вот, слушай, ну ты в Москве находишься, да? Кстати, тебя с праздником. Сегодня же восьмое, да? То есть я хотел тебя поздравить. Ой, спасибо тебе. Вот. Прям вот тебя от души, не знаю, тебе желаю найти себя любимого мужика. Скорее. Возможно, это буду я, кстати. Почему нет? Что? Ну вот. Смотри, ну надо, надо увидеться, на самом деле. Вот единственное, что... Может быть, попробуем завтра, потому что сегодня... А ты не в офимоле случайно? Я думаю, может быть, совпало так. Смотри, значит, завтра ты работаешь, да? Завтра работаю, да. До скольки ты работаешь? До шести, наверное. Да. Ну смотри, отлично. Смотри, давай попробуем завтра хотя бы на полчасика увидеться и выпить чаю там и все такое. Да, давай. Тогда смотри, я тебя наберу где-нибудь после обеда и там уже по факту решим. Слушай, а ты есть где-нибудь там в Фейсбуке, ВКонтакте и так далее? Слушай, я социально себя вообще не пользуюсь, не можете добавить в инстаграм, там есть фонд-фонд для тебя здесь. А вдруг ты просто скрываешься и на самом деле ты старый, усатый, волосатый мужик? Да я шучу, конечно. Ты просто такая серьезная. Видимо, сегодня в честь праздника ты перестала понимать шутки. Да нет, просто не серьезно, мне уже не поговорили, не скрывали. Да нет, я верю, что ты не волосатый, усатый старый мужик, а какая-то хорошая, красивая девушка. Ладно, смотри, сейчас уже на самом деле нет времени говорить. Я тебя завтра днем наберу и попробуем завтра увидеться, хорошо? Да, давай. Все, давай, хорошего праздника тебе, целую в нос, пока. Пока. То есть, не знаю, короче, какая-то она такая, серьезная, да? Юра такой показывает. Вот, но вопрос не об этой девушке и не об этом видео, в принципе, а о том, что... Она просто ждала, что ты ее поздравишь, там все, пригласишь куда-то сегодня, потому что... А мне сегодня некогда, ребят. А ты позвонил, потому что в какой-то стационарной обстановке все, и в праздник все ей сказал. Да, то есть, опять же, к вопросу о вызове. Возможно, может быть, это кому-то видео будет интересно, но... Блядь, было бы прикольнее, если бы там девушка начала сливаться, выпендриваться от мараза, говорит, там, я хожу только в дорогие рестораны или еще что-то. Здесь такая обычная, хорошая, простая девочка. Ну, я думаю, все равно кому-то будет полезно. Что-то мы подумали, что... Ну ладно, все. В общем, коллективно приняло решение, что... Одного вызвано той, как Юра сказал, мертвой девушке недостаточно. Сейчас вызванем кого-нибудь еще, чтобы, ну, как-то вот... Вот, значит... В общем, независимо от того, смотрели ли вы по катушке или нет, то есть, вот... Вот, фишка в следующем. Значит, есть девушка? Пишу. Привет. Пишет. Привет. Ну, тут как бы вот... Я смотрю, чтобы головное лицо не спалилось. Пишет. Привет. Я пишу. Пиши номер. Она пишет. Подождите, для чего вы знакомитесь здесь, смайлик? Может, наши цели не совпадают. И я, короче, подумал, что сейчас начнется вот этот вот типичный бред стиле, что если кому-то нужен секс или еще что-то, отношения на одну ночь, вы свободны там или типа... А, мимо, да, вот эта фраза. Тогда вам мимо, вам не сюда. Я пишу. Ну, ладно. Никто Анна. Для живого общения... А, типа для чего? Для живого общения. Давай начни писать мне тут про то, что кто ищет секс, пусть идет мимо и прочий бред. Ну, то есть я начал выводить девушку на эмоции, включать прям такой довольно сильный негатив. При этом на твоей главной фотке торчат чулки. Это крайне недвусмысленно. Я вообще на улице обычно знакомлюсь, та-та-та. Цели всегда одинаковые. Секс, знакомство, любовь, свадьба, дети. То есть, по факту... Сука, блядь, как все закрыть-то? А, они так не видели. По факту... Не, я хочу номер показать, что он есть. То есть, вот, быстренько. Раз. Раз. Номер есть, да. То есть, она по факту написала номер. Вот. Значит... Блядь. Что за геморрой? А, ща, погоди. Не, ну зачем девушку эту самую... То есть, вот смотрите, логично, что... Вот видите, чулки торчат, там такая фотка, да? А потом она будет мне говорить, да, что вот там вот секс не надо или что... То есть, суть не в этом, ладно. В общем, в итоге есть номер, и мы еще будем звонить. У меня все подключено, да, мужик? Да. Еще один вызван девушке с... Ну, назовем так, с абстрактного сайта знакомств. А, у меня здесь, да. А я все туда хочу, это. Как зовут, как зовут? Аня. Аня. Алло. 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 Да, да, да. Слышно? Слышно? Ну, что, фото в чулках и так далее. А, и что? Ну, что, фото в чулках и так далее. А-а-а. Слышно, ну, хотел спросить, а ты в Москве или в Самаре живешь? Пока в Самаре. А, у тебя там написано ВКонтакте Москва, я же уже успел посмотреть там на ту ссылку, которую ты скинул. Пока в Самаре. Ну, я сегодня там только был до обеда, сейчас вот уже в Москве. А-а-а, да? Да. Слышно, ну, надо пообщаться как-то, вот, я думаю, как. А-а-а, допустим, если мы по фейстайму с тобой созвонимся как-нибудь там завтра вечерком, как у тебя? А фейстайм это что-то типа, я просто никогда не пользовалась. Фейстайм это между айфонами, вот это вот, с камерой, когда видеосвязь. Ну, можно по скайпу созвониться. Я просто никогда этим не пользовалась. А-а-а, ну, можно. Смотри, просто тут такая ситуация, что я вот сейчас в Москве, да, и в Самаре там, ну, в ближайшие дни, скажем так, не появлюсь, да? Вот, а надо срочно общаться, вдруг тебя замуж кто-нибудь заберет там. А может, ты девушка хорошая. Я думаю так, что быстро не заберет. Ну, или вдруг меня кто-нибудь замуж заберет, у меня тут же предложение было. Москва, она же портит людей, а тут же все становятся светло-синими, заднеприводными и там, и прочее. Ну, да, ну да, да. Поэтому, если ты, это самое, не поторопишься, то меня заберет невероятный мужчина. Ну, что, давай попробуем завтра по скайпу вечерком созвониться. Просто сегодня уже некуда. Кстати, тебя с праздником. Спасибо. У тебя такая прям интересная там страница ВКонтакте. Я думал, что ты замужем, потому что у тебя там на первой буквально фотографии ты с мужиком в свадебном платье. Ну, это же 2013 год. А, то есть уже все было, да? Ну, да. Слушай, а подожди, а если вот у меня есть некое недопонимание. Если было и развелись, значит, наверное, что-то там хреново было, не пошло. То есть тогда, наверное, люди пытаются как-то об этом забыть и это убрать. А если было и фотка торчит, значит, может быть, там, типа, все, есть надежда, что все вернется или что? Я не понимаю, то есть как так. Или у тебя просто новых фоток нет? Это самоутешение, чтобы не расстраиваться очень. Ты очень странная девушка, просто космически странная. Значит, смотри, сделаем так. Тогда присылаем мне свой скайп. Ага. Вот, и завтра мы с тобой после обеда. Ты завтра работаешь или нет? Нет. Ты еще и не работаешь? Нет. Пока нет. Ну, тебе есть на что жить-то? Ты как там? Ну, конечно. Ну, отлично. Значит, я тебе после обеда завтра наберу сначала на телефон, потом на скайп, и потом уже будем думать, что с тобой делать. Ок? А, ну, надо делать хорошо. Ну, что с тобой? Не, если ты хорошая девушка, как бы, почему надо это, общаться, я думаю. Ну, ладно. Все, давай, тогда я жду от тебя скайп с праздником, еще раз, пока. А, спасибо, пока. Звонили вот эти замечательные ноги. Вот, и опять же, это просто пример того, как можно спокойно, раскованно, расслабленно коммуницировать. То есть, ну, как бы вся эта штука легко может прийти в твою жизнь, просто нужно практиковать. И опять же, здесь есть очень важный момент – непривязанность к результату. То есть, мне на самом деле глубочайше пофиг, там, вызвонится, не вызвонится, возьмет трубку, придет он сюда, не или нет. И, как бы, опять же, чтобы было пофиг, то есть, должен быть какой-то доступ к этим женщинам. То есть, такой некий замкнутый круг, но ты должен постепенно, постоянно, вернее, где-то тыкаться, 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 искать это слабое место, чтобы его разорвать. То есть, надо действовать, надо постоянно работать, надо постоянно практиковать. Ребят, все, на самом деле, намного легче, чем вы думаете. Все, ну, это я уже тоже где-то говорил. Все, давай, отбой. Если тебе понравилось это видео, ты можешь меня отблагодарить, поставив лайк. И обязательно подпишись на канал, чтобы посмотреть мои видео первым. Не забудь посмотреть предыдущие выпуски. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok